Девушки отдыхают Но спустя года я проникся этой музыкой, этого коллектива даже стал фанатом Потому что саунд у них очень интересный, такой необычный И наверное это обуславливается то, что большое количество народу побывало в составе этой группы Некоторые музыканты задержались надолго, есть даже такие, которые сотрудничали больше 16 лет с группой Но были и те, чьё творчество было таким крайне мимолетным и скорее даже незаметным Зачастую они даже не засветились ни в клипах, ни на концертах Или их видели на концертах, но скажем так очень узкий круг фанатов Именно об этих творческих личностях мы сегодня и поговорим Это канал SetLife и сегодня у меня очень необычный выпуск В котором я собрал тех гитаристов, клавишников и барабанщиков Которые участвовали в деятельности британской группы Cradle of Field Но не запомнились широкой публике Про них очень мало информации и почти нет фотографий Но я привык к трудностям И у меня есть что сказать о них Усаживайтесь поудобней Это 8 неизвестных музыкантов Cradle of Field Поехали Не очень мне нравится конечно вот это слово топ Но тем не менее уж ладно Открывает наш топ Риши Мехта Гитарист Дата рождения неизвестна Место рождения Манчестер, Англия Риши Мехта это гитарист группы Babylon Fire На альбомах 2009 и 2012 года Риши сотрудничал с Cradle of Field в 1994 году Он был только концертным участником В записи материала для группы он не участвовал Пытался я найти ранние выступления группы Где возможно его видно Но знаете там такое качество убогое Что можно различить наверное только вокалиста Так что я не вижу смысла демонстрировать эти видеоматериалы Далее у нас Джонатан Причард Бас-гитара Дата рождения неизвестна Место рождения Англия Бас-гитарист группы Cradle of Field Один из участников первого состава Группой он был с Cradle of Field В период с 1991 по 1992 года Собственно это период записи их демо материала Под названием Invoking the Inclin Orgastic Pleasure Floor И Pungent and Sexual Miasma Он покинул Cradle of Field в 1992 году Ссылаясь на то что Хочет сконцентрироваться на подготовке К поступлению в университет Исходя из этого у него время мало И он не может уделять достаточно времени Вот этой группе Но со слов Дэнни Филта Со слов вокалиста Cradle of Field Джонатан покинул коллектив Потому что просто разуверился в успехе группы Вот так вот Дальше у нас идет Даррен Гарднер Это ударник Дата рождения неизвестна Место рождения Англия Это также один из участников первого состава Cradle of Field Он был барабанщиком чуть больше С 1991 по 1993 Он также как и Джонатан Причард Участвовал в записи демо материала Покинул он группу в период концертов В 1993 году Это был период когда Cradle of Field Выступали вместе с группой Cancelled И Даррена Гардена Извиняюсь Заменил барабанщик Группы Cancelled Тогда еще неизвестный Николас Баркер И собственно как мы знаем После Николас Баркер будет Барабанщиком Cradle of Field Вплоть до конца 1999 года Уэс Саргенсон Настоящее имя Уильям Саргенсон Это барабанщик Cradle of Field Он родился также в Англии Известен только год рождения 1973 Он был ударником Cradle of Field В 1992 году Очень короткий период времени После ухода барабанщика Даррена И в 1999 году После ухода Николаса Баркера На мини альбоме From the Cradle to Enslave Он записывает Всего три композиции Это первую Это третью Это четверую С уверенностью можно сказать Что авторство партий Ударных на композиции From the Cradle to Enslave Как раз принадлежит Уэсу Саргенсону Кстати в клипе на песню From the Cradle to Enslave Не он А барабанщик Дэйв Хиршхаммер О нем чуть позже Саргенсон был также Участником ряда музыкальных групп Одна из которых Например в December Moon Он был там Вместе с бывшим бас-гитаристом Cradle of Field Робертом Иглстоуном Также известный Как Робин Грейвс После 1999 года С группой Cradle of Field Больше не сотрудничал Дэмиан Грегори Настоящее имя Грегори Моффет Клавишник группы Cradle of Field На альбомах The Empire И на альбоме Dusk and Hare Embrace Его хвалил Собственно сам Вокалист Дэйни Филд Утверждал что Музыкант Сделает все Чтобы добиться Нужного качества Звука В материале После музыкальной Деятельности Дэмиан Грегори Сотрудничал С метал-журналом Знаменитым Terrorizer Для которого Писал статьи Под псевдонимом Дэмиан Ушел из группы Cradle of Field В 1997 Ссылаясь на то Что ему Очень сложно Работать Вообще Сочинять В рамках Группы Из интервью Вокалиста Мы потеряли Всяческие контакты С ним Как с автором Так и с другом Он перестал быть Частью нашей команды А мы не могли Позволить себе Иметь в составе Кого-то Кто не ценит Нашу музыку И не пользуется И не использует Свой потенциал На место Дэмиана Грегори Был взят Лектор Настоящее имя Лес Смит Который ранее Играл Уже В группе Анафема Под номером 6 У нас Бенджамин Райан Дата рождения 1976 год Место рождения Англия Один из участников Первого состава Cradle of Field Брат Пола Райана Бывшего гитариста Cradle of Field Он начал участвовать В составе Группы с 15 лет Но по-моему В 16 лет Он уже стал Полноправным участником Cradle of Field Участвовал в записи Всех Дэмо Группы И записал С группой Альбом The Principle of Evil Motherflesh Собственно Самый первый Говорят Он немного Участвовал В альбоме Daskin Hair Embrace Который Переиздавался Там Ремонстрировался В 2016 году Бенджамин Райан Ушел из группы Cradle of Field В 1995 году На альбоме The Empire Вообще Честно говоря Для многих Чуть ли не для всех Наверное Участников группы Этот мини альбом Был вообще Настоящим испытанием После ухода Из Cradle of Field Они вместе с Браном С Полом Райаном Основали группу The Blue Divine Но после двух Альбомов Вообще Группа Ничем не отличилась В настоящее время Бенджамин Райан Работает Гипнотерапевтом Я представляю Бывший вокалист Cradle of Field Гипнотизирует Блин Я бы сходил Конечно На седьмом месте Очень интересная Ну вообще Личность Конечно Марк Ньюби Робсон Также известный Как Марк Де Сад В Cradle of Field Он был в 1999 году Забавный факт Что в этот период Данный музыкант В составе группы Официально был Месяц Он сменил Ушедшего Лектора Лес Смита Был клавишником Месяц И через месяц На постоянную основу Cradle of Field Берут Мартина Пауэлла Это клавишник Группы My Dine Bright Но Марк Ньюби Робсон Был Сессионным Клавишником Cradle of Field Я бы даже сказал Концертным Он выступал На концертах В 1999 году Во Франции И в Англии Собственно В поддержку Мини альбома From the Cradle to Inslave Несколькими годами Позже Это был 2006 год Он сотрудничает С группой Cradle of Field В плане Сочинения Написания Клавишных партий На альбомы Торнографии И на альбом Goodspeed of Devil Thunder Да Кстати Кто не знает В период С 2006 По 2010 У группы Cradle of Field Не было Клавишных Они пользовались Собственно Услугами Вот этого человека То есть Состав группы 4-5 человек Он был Лишь на альбоме Darkly Darkly Venus Versa Группа Берет Эшли Эллиот Настоящее имя Эшли Юргмайер Которая На секунду Кроме того Что Музыкант Профессионально Она еще и писательница Родом из Америки Вот Но на альбоме Darkly Darkly Venus Versa Марк Ньюби Робсон Не покидает Вообще Окончательно Проект Cradle of Field Он Помогает Группе В плане Оркестровок Возможно Он занимался Тогда Сведением Вот тут Я вот эти Детали Честно говоря Не нашел Также Он появляется На сборниках Everymore Darkly И на сборнике Midnight's of Labyrinth Один 2011 Другой 2012 Годов И собственно В заключении У нас Музыкант Которого я Выше уже Упоминал Это Дэйв Хиршхаммер Это Сессионный Барабанщик Который Был приглашен На запись ВHS и DVD Группы Cradle of Field Под названием Pandemonium Именно Он появляется В клипе На песню From the cradle To inslave И собственно В группе Cradle of Field Он больше не участвует Вообще смотрите Если остановиться Вот на Мини альбоме From the cradle To inslave Я сегодня уже Как вы заметили Не раз упоминал Эту работу Очень сложно Даже знаете Так трудно Представить Что Над этим Мини альбомом Работали Девять человек Одних Только барабанщиков Было трое Это Собственно Николас Баркер Он на двух Песнях Был Пришедший Уэс Саргенсен Он записал Три композиции И одну Или две Композиции Записал Уже Вот Почти Что Взятый На постоянной Основе Дэниел Ирландсон Который На мой взгляд Вообще Самый Талантливый Был Барабанщик За всю Историю Вот Cradle of Field Мне Очень нравится Этот музыкант Данные Люди О которых Собственно Шла Сегодня Речь Ставили Отпечаток Вообще Значимый Отпечаток В музыке Этого Британского Коллектива Но Знаете Они так и остались В тени Других музыкантов Cradle of Field И не получили Широкую Известность О таких Людях Крайне Тяжело Собирать Информацию Но в то же Время Эту информацию Собирать Интересно Интересно Узнавать Какие-то Факты Что-то Новое О том Или ином Отрезке Их Жизни На данный Момент Нельзя С точностью Утверждать Вообще Занимаются Эти люди Сейчас Творчеством Или Полностью Отошли от музыкальных дел Возможно О них Мы еще Услышим Когда-то А возможно И не услышим Больше никогда В заключении Что могу сказать Я начинаю Собирать Информацию О своем Любимом Музыканте Группы Кредл Офилд И сразу Скажу Что это Будет Чуть Больше Чем Вот такой Обзор Обзорный Ролик Это Будет Скорее Всего Такая Небольшая Биография Этого Музыканта Много Или Мало Информации Будет Собственно Увидим Так что Следите За новостями Сет Лайф Всем Музыканта Музыканта